МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Эфир телеканала ННТ продолжит новости 24 в студии Зухралиева. Здравствуйте. Я и мои коллеги расскажем о значимых событиях к этому часу. Отремонтировано 117 учебных заведений по всей республике. Все в рамках проекта 100 школ. Смело, безрассудно, но благородно. Медсестра Казбековской районной больницы спасла жизнь водителю-бульдозера, который стал заложником собственной техники. Сборная Дагестана по вольной борьбе выступит на рейтинговом гран-при Иван Ярыгин. Накануне ночью наши спортсмены вылетели в Красноярск. Власти Дагестана и Чечни провели первую официальную встречу. Для решения вопроса организации взаимодействия по фиксации границ создана совместная рабочая группа, в которую вошли специалисты Росрегестра, Роскадастра и другие заинтересованные ведомства, в том числе и главы приграничных районов. Об этом говорится на официальном сайте Народного собрания. Как отмечено в сообщении, рабочую группу возглавят два спикера парламента в соседних республик. Это Хизри Шихсаидов и Магомед Даудов, который побывал накануне в Махачкале. Напомню, ранее тему затронул глава Дагестана Владимир Васильев, который в эксклюзивном интервью каналу ННТ поделился своим видением решения проблемы. Накануне ночью на 840-м километре федеральной автодороги «Кавказ» водитель авто 14-й модели выехал на полосу встречного движения. В результате столкновения с грузовиком погибли водители-пассажиры легковушки. Еще один человек погиб в ДТП в Карабудахкенском районе. В Махачкале произошел пожар. На улице Агасеева загорелась крыша коммерческого здания. Сотрудники МЧС подоспели вовремя и сумели эвакуировать людей. При отрушении пожара было задействовано 29 человек и 9 единиц техники. Жертв и пострадавших нет. Причина возгорания выясняется. В Махачкале выросла цена за проезд на автобусах и троллейбусах. В Управлении промышленности, транспорта и дорожного хозяйства Махачкалы все это связывают с повышением цен на топливо. Подробнее расскажет Луиза Раджабова. Теперь не 10, а 15 рублей. Сумма проезда в автобусах по маршруту Махачкака список повысилась. Как правило, рост цен на проезд в общественном транспорте в Махачкале происходит осенью и зимой. Новые цены в троллейбусах столицы. Теперь надо платить 13 рублей. Разумеется, что больше всего этим недовольны пассажиры. Для школьников тяжело, это все равно, как бы не было, да, ну ладно для рабочих, а школьникам же тяжело, если для студентам тяжело. Многие не работают. На шутках и быстро, и там разницы нету особо. Пару летом особо разницы нету. Они тоже поднимут. Ну, если это поднимут, то они тоже поднимут. Ну, предприятие же умирает, поэтому приходится, видимо, решили так. Город не помогает предприятию, поэтому пришлось поднять. И газ подорожал. Тут газ падает, а метан почему-то поднимается. Очень плохо. Лучше это общественный транспорт, комфортный и очень удобный. Людям очень удобно. А, еще поднимут, куда еще. Потому что зарплаты маленькие. Вообще не растет. Не хватает. Люди без работы много. Еще поднял зарплату, то есть, ага, происходит куда еще. Зарплата мало. И пенсионеру это очень нагладно получается. Надо было по-прежнему оставлять. У чиновников Минтранса Республики свое объяснение такого подхода. Цены топлива выросли на 4 рубля. И это влечет за собой неминуемое повышение стоимости проезда. Как вы знаете, автобусы большой массивный ездят на метане. Метан с 1 января этого года подорожал с 11 рублей до 15 рублей 40 копеек. То есть, на 4 рубля на 40% подорожал. Поэтому это было вынуждено мера перевозчиков для содержания автобусов, что для выплаты зарплаты, закупки топлива надо было поднять, а не подняли. До 15 рублей. Это тоже они подняли минимально то, что можно. В принципе, они и сегодня в убытке работают. Даже на данном маршруте данная цена экономически не обоснована, нерентабельна. Надо отметить, что при этом стоимость проезда в городских маршрутках пока остается прежней. И, как заверили в министерстве, транспорта она меняться не будет. Во всяком случае, пока. Проект «100 школ», в рамках которого было отремонтировано 117 учебных заведений по всей республике, завершен. Направлен он был на решение неотложных материально-технических проблем в школах Дагестана. Какие работы были проделаны в рамках программы в Гуниевском районе, узнавала моя коллега Патиман Ханапова. Шиферы. Тогда такие выпускали, наверное, черные-черные были. Тогда наступать невозможно было. Подниматься на крышу невозможно было. Это комиссия Тантикова. Директор Гуджинской школы рассказывает, в каком плачевном состоянии находилось учебное заведение на протяжении десятка лет. Деньги на ремонт не выделялись, а уроки могли бы оказаться под угрозой срыва. Чтобы не допустить этого, учительский и родительский состав периодически проводили ремонт своими силами. В этом году поменяли крышу. Вообще ветхое было. Невозможно было. Наверное, страшно было смотреть на него. Огромное спасибо Владимиру Васильеву, главе республики и тем, кто душу, руку приложил, помогли относиться к нам душой. В рамках проекта «100 школ» в одном из учебных корпусов была полностью обновлена кровля и обработана деревянной конструкцией противопожарной пропиткой. Директору Гуджинской СОЖ намерена подать заявку на участие в наступившем году, чтобы заменить кровлю и в другой части учебного заведения. Очень хороший проект. 100 школ. Говорят, будет в следующем году 150 школ. Будет охватить в этом году, в 2019 году, значит, 150 школ. Ну, это очень хорошее подспорье для школ. Очень благодарны Васильеву, главе администрации, меценатам нашим дагестанским в лице Рамазана Карагашиева и Магомедова. Весомую поддержку оказал меценат Рамазан Карагашиев, хоть и не является уроженцем села, но на просьбу оказать поддержку и профинансировать ремонт школы откликнулся. С крышей были проблемы. Если посмотреть на потолок, конечно, там видно уже отвисшие куски. Было проблемно. Мы очень переживали за это. Хотели, чтобы нам построили новую крышу. Спасибо всем, кто нам помог. Крыша на сегодняшний день новая. Всего в проект 100 школ попали 4 учебных заведения Гунипского района. В этом году проект будет продолжен. Только теперь в нем смогут принять участие около 150 средних общеобразовательных организаций. В 2019-м в рамках проекта, возможно, будут не только проводить ремонтные работы, но и строить новые школы. Как сделать Дагестан туристически привлекательным регионом улучшить сервис обслуживания гостей и в общем перспективы развития отрасли обсудили в ходе круглого стола в Дербенте? В его работе приняли участие представители власти и туристического бизнеса. Выступавшие отметили, что именно Дербент располагает огромным потенциалом для развития индустрии отдыха и главная задача – реализовать эти возможности. С этой целью разрабатываются новые туристические маршруты, активно развивается инфраструктура и инвестиционные проекты для популяризации царических памятников древнего города. Участники также рассмотрели вопросы, связанные с приведением пляжной территории города в соответствии с действующими стандартами. Медсестра Казбековской районной больницы спасла жизнь человека, оказавшегося в чрезвычайной ситуации. В октябре прошлого года в обрыв опрокинулся бульдозер, за рулем которого был местный житель. Его придавило трактором, который чудом удержался на склоне. К счастью водителя Рапшана Имеева в составе бригады скорой помощи оказалась на месте происшествия и не побоялась войти внутрь салона. В профсоюзе работников здравоохранения поступок медработника отметили премией. Под трактором лежал пострадавший. Он был весь в крови измучен. Он был уже... Я вот тогда вообще не думала ни о чем. Я сперва ему первую помощь оказала, обезболивала его. Как могла потом вытащила его из-под трактора. От имени профсоюза работников здравоохранения Дагестана Зумруд Бучаева поблагодарила медсестру за проявленный героизм. Есть медсестры по специальности, а есть по призванию, отметила она, говоря о Рапшан Имеевой. Я хочу сказать, что Рапшан Дадаевна очень скромный человек. За 14 лет работы старшей сестрой в приемном покое на ее счету десятки спасенных жизней. Еще раз хочу вас поздравить и поблагодарить за ваш смелый, ответственный и ежедневный труд. И о спорте. Сборная Дагестана по вольной борьбе минувшей ночью вылетела в Красноярск. Там спортсмены выступят на рейтинговом гран-при Иван Ярыгин. В столицу Сибири команда отправилась транзитом через Москву. Всего в состав вошли более 20 дагестанских вольников. Первая группа борцов уже находится в Красноярске. Неделю назад там же они успешно прошли отбор на этот престижный турнир. Напомню, что в старт сезона пропустят два действующих чемпиона мира. Это Завур Угуев и Абдул-Рашид Садулаев. Но несмотря на отсутствие лидеров, настрой всей команды боевой позади почти два месяца упорных тренировок. А на кону участие в апрельском чемпионате Европы в Бухаресте. Ребята неплохо готовы. Многие ребята, конечно, члены сборной команды не выступают. Но все равно покажут хорошую и интересную борьбу на ковре в Красноярске. Они не имеют права плохо выступить. Потому что болельщики вольников Абдул-Рашидстана ждут их хорошее выступление. Топовый российский легковес. Непобежденный чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов может завершить карьеру профессионального бойца. Эта новость появилась в социальных сетях. Отец и тренер чемпиона Абдул-Манаб Нурмагомедов назвал список спортсменов, с кем будет интересно встретиться Нурмагомедову-младшему. Это Джордж Сент-Пьер, Тони Фергюсон и Флойд Мэйвезер. Три боя, а потом можно завершить карьеру, заявил Абдул-Манаб Нурмагомедов. Это все новости к этому часу. Всего доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин